всем добрый день я уже рассказывала что я купила вот такую отборную пшеницу для того чтобы ее проращивать пшеницу я прорастила и теперь хочу приготовить один десерт рецепт я подсмотрела вот на этой же упаковке пророщенная пшеница с персиком вот рецепт кстати здесь еще есть рецепт конфеты с проростками пшеницы но это очень дорогое удовольствие потому что здесь нужен и миндаль и кишью и финики а вот первый пророщенная пшеница с персиком легкий рецепт и вполне доступный для этого десерта понадобится пророщенная пшеница 100 грамм сахар примерно 1 столовая ложка и персики если персики крупные вам нужно взять будет два персика у меня персики нектарины поэтому думаю наверное персика 4 нужно будет взять персики нужно очистить от кожицы и вынуть косточку но так как кожица с этих персиков удаляется плохо я думаю надо сначала отдать их кипятком персики сложите в чашку и залейте кипятком подождите примерно одну минуту затем выложите на тарелку обдайте холодной водой и снимите кожицу обдала я персики холодной водой сейчас посмотрим вот кожица снимается легко с персиков я сняла кожицу теперь нужно вынуть из них косточки затем персики надо нарезать такими средними кусочками из персиков я вынула косточки а сами плоды нарезала дольками возьмите сухую сковородку смазывать маслом не надо сковородка должна быть холодная выложите персики теперь нужно поставить эту сковородку на плиту и подождать пока персики прогреются и появится сок сковородку я поставила на плиту сковородка была холодная плиту включила теперь надо подождать пока персики дадут сок сковородка начала нагреваться появилось шипение огонь делайте средний чтобы персики не подгорели не поджарились даже еще можно огонь убавить персики посыпьте сахаром прогревать нужно до тех пор пока сахар весь не растворится варить персики не надо кажется все сахар растворился плиту я выключаю а сковородку снимаю с огня пока персики остывают пророщенную пшеницу нужно промыть пшеницу я залила холодной водой хорошо ее промыла затем воду нужно слить откинув пшеницу на сито выложила я пшеницу на сито сейчас вода стечет можно приступать дальнейшему приготовлению десерта возьмите блендер или миксер что у вас есть переложите в него пророщенную пшеницу персики вместе с соком который получился во время прогревания это даже не сока сироп можно добавить немного холодной воды пока налетит чуть-чуть потому что может быть жидко закройте и теперь это нужно все тщательно взбить если получилось густо добавьте немного воды у вас должен получиться такой как смузи проверьте смесь на однородность еще видите комочки есть значит нужно еще взбивать получилось вот такая слегка густоватая масса жижи делать не надо потому что ее едят ложечкой они пьют стакана если вы думаете что будет однородная масса как йогурт то нет потому что здесь все таки оболочка зерна которая не взбивается не измельчается до однородности но это будет очень полезный десерт перелью полученную массу в креманочки вот из этого количества получается две полные креманки вот такой десерт получился из пророщенной пшеницы и персиков делаю его первый раз решила проверить что выйдет ну что я могу сказать масса вот такая немножко попадаются кусочки потому что там все таки оболочка зерна и вот видите вот эти вот волокна и росточки они некоторые не сбиваются вкус знаете вкусно но шкурки вот эти зерна они не только смущают они как бы мешают конечно блюдо получается десерт получается очень полезен полезный все таки это клетчатка клетчатка она очищает кишечник ну например детям я не знаю детям может такое блюдо не понравится именно вот из-за этой клетчатки это был эксперимент я даже не знаю буду ли я еще такой делать десерт мне кажется просто так пророщенные зерна вкуснее есть или в каком-нибудь салате если вам понравился этот рецепт или если он был вам полезен ставьте лайк подписывайтесь на мой канал до новых встреч 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 Продолжение следует...